Декрет не время для скуки. Жительницы городского округа Люберцы в очередной раз доказали это. Четвертый ежегодный конкурс «Мамочка-люберчаночка» объединил творческих, целеустремленных и активных женщин. За финалом уникального проекта следила наша съемочная группа. Для кого-то это давняя мечта, для кого-то преодоление комплексов. К выходу на большую сцену участницы конкурса готовились два месяца. Из 60 претенденток только 19 получили право бороться за корону «Мамочки-люберчаночки». Посетили более 20 мастер-классов. Каждый выходной у нас были репетиции. В принципе, каждый достойно короны. Но победительница конкурса будет одна. Выбор той самой победительницы лег на плечи компетентных членов жюри. Среди них общественные деятели, сотрудники администрации, депутаты и медийные личности. Очень многие люди, которые никогда не были на сцене, никогда не танцевали, не получают огромное количество лайков, потому что они искренне откровенны. Они иногда даже забирают пальму первенства у нас, у телевизионщиков, у артистов. Почему? Потому что они искренне, они настоящие. Им больше веришь. И самое важное, что они все стараются. Это прямо видно. Это здорово. Дефиле, визитная карточка, общий танец. Все, как на настоящем конкурсе красоты. Но в этом году организаторы проекта добавили еще один социально значимый этап под названием «Твори добро». Нужно рассказать о своем добром деле. Люди не привыкли рассказывать на показ о своих добрых делах. А здесь, перед большой аудиторией, ты как будто бы кичишься, хвастаешься. Но в проекте мы поняли, что это не так. Что нужно и важно рассказать о своих добрых делах, чтобы другие последовали твоему примеру и тоже не боялись совершать добрые дела, даже самые маленькие. Участницы организаторов конкурса поприветствовал Владимир Ружицкий. Представительницам сообщества «Мама офлайн» глава Люберец вручил благодарственные письма. Сегодня хотел бы, конечно, сказать всем огромное спасибо, кто был вовлечен в этот проект, кто сегодня представил свои номера, потому что все они победители. Неважно, кто выиграет, но все они реально победители. Победители все, но корона досталась одной. В этом году ее обладательницей стала мама двоих детей, аэродизайнер Юлия Артищева. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok